Всем привет! Я ненадолго, буквально на пару светофоров, просто сказать всем привет и поздороваться с вами. Что хорошего у вас происходит? Рассказывайте. Что делаете? Я еду с тренировки. Сейчас заеду в магазин, надо кое-что купить. Завтра у дочки Масленица в школе и надо всякие разные штучки на чай и питье купить. Какая машина у меня? Девятка вишневая у меня. Угнала тебя и угнала. Ты был мечтой моей хрустальною. Помните песню? Я скоро так до караоке дойду. Можете от меня отписываться. Мне что-то в последнее время петь нравится. Скоро начну там исполнять что-нибудь. Я шучу, конечно, ребят. Не пугайтесь, не отписывайтесь пока. У меня с пением не очень хорошо, честно скажу. У меня медведь наступил на ухо. Мало того, он не только наступил, он еще как бы наступил и пару раз там попрыгал, я думаю. Девятка вишневая у меня, я же говорю. Душа поет. Да, точно. А я думаю, что ж такое-то. А это просто что-то у меня с волосами сегодня. У меня такое бывает тоже иногда. Просто какую-то цель себе поставить. Реально. Вот реально цель поставить. Мне помогает поставить цель. Вот у меня есть какая-то цель. У меня она заставляет двигаться вперед. Вот. Что-то у меня камеру. Хочу протеречь, что-то мутно. Когда нет цели... Нет, не пишу ни программы, ничего. Когда есть какая-то цель, тогда появляется мотивация. Когда вы бесцельно двигаетесь, то мотивации нет. Я не знаю. Ну, придумайте какую-то цель себе. Ой, с днем рождения наступающим. Много тортика не кушать там. Я не могу качаться еще больше. Мне, наоборот, уменьшаться надо. Уменьшаться надо, поэтому я буду уменьшаться. В габаритах мне больше не надо. Точно. Наоборот, сжиматься становится более компактной, более сжатой, компактной, качественной. Наработа над качеством. Вот. Поэтому такие дела. Ну, цель, ну, какую, ребят? Ну, придумайте, например, там, влезть в джинсы на размер меньше. Ну, я образно говорю, да. Сжимаются те, у кого мышц много. Кто уже на грани категории бодифитнес, тому надо сжиматься. Вы на грани категории бодифитнес? Или у вас как просто? Для чего вам сжиматься? Вы такая большая, а я уже на грани могу быть. Если я на соревнованиях спину уже, боюсь открыть. Иначе просто я очень большая остановлюсь. Поэтому так вот. Клево-клево. Из Сочи. Привет. Я сняла на лето квартиру в Сочи. Так что ищите меня в Сочи. Ну, на самом деле, я сняла квартиру в Сочи просто для того, чтобы там на выходные прилетать. У меня там будет семья, мама, там, племянник, сестра. Короче, все будут тусоваться в Сочи, мои родственники. Поэтому можете где-то меня там тоже увидеть. Да. Нет, в бодифитнес я не буду переходить. Ну, дочка там тоже будет. Чего дочка? Дочка тоже будет. Дочка будет на море летом тусоваться. Будет в Сочи. Объясню, почему в Сочи. Мы, конечно, обычно ездим куда-то в Испанию или что-то. Ну, во-первых, конечно, курс евро не очень приятный. Я просто в этом году хочу вывезти вообще всю семью. Ну, всю семью, а на всю семью как бы курс евро не располагает по зарубежным поездкам пока что. Так, чтобы отправить там маму, племянника, дочку, няню надо отправлять, самой еще съездить в Испанию, получится очень так нехило все вместе. В Сочи, вы знаете, в Сочи очень дорого на самом деле. В Сочи очень дорого, потому что я смотрела квартиры, самая дешевая квартира там, ну, которые сейчас остались, 120 тысяч, 120 в месяц. Ну, я нашла не самую дорогую, нашла квартиру, ну, а это однокомнатная, типа там, двухкомнатная. Ну, 170-200 тысяч в месяц квартира, ну, приличная. Мне же надо как бы, ну, такую, чтобы она нормальная была. Ну, там есть и по 500, и по 600 тысяч квартиры, ребят. Там в Сочи вообще без предела. Болгария, да, но я сравнивала, я смотрела. В Болгарии, на самом деле, цены такие же, как в Сочи, но билеты намного дороже получаются. Ну, билеты в Болгарию дороже получаются раза в три, чем в Сочи. Вот. Мне просто важно летать туда-сюда, это очень здорово, когда ты... Просто в Сочи лететь недолго. И я, по сути, работаю всю неделю, прыг в самолет, прилетела на два дня, с дочкой потусовалась, с мамой погуляла и улетела обратно работать. В Сочи есть дешевле, но нет уже в наличии дешевле. Я смотрела квартиру, у меня уже была квартира, прям рядом на море, чтобы не ходить. Ну, то есть, у меня квартира практически прям на пляже будет. То есть, ты выходишь, хопа, и пляж. Чтобы маме было удобно ходить. Мама уже не молодая женщина, болеет, у нее ножка болит, она ей тяжело передвигаться на большие расстояния, чтобы каждый раз до моря такси не брать, я прям на море сняла. То, что я смотрела на море, то, как бы, ну, достаточно дорого. А то, что подальше, это можно снять недорого. Реально, я видела, что там есть квартира, вполне нормальные цены. Да что же вам с этим мужем-то не имется? Нет у меня мужа, не хочу пока замуж я. У меня охота пока. Пока занимаюсь карьерой, пока занимаюсь бизнесом, своими проектами, куча всего, куча дел у меня. Я не готовлю, ничего дома не делаю, я плохая жена. Поэтому, когда у меня будет уже больше времени, я смогу стирать носки, готовить пирожки, тогда, наверное, муж появится. Слушайте, замуж выйти у мам много не надо, честно вам скажу. А вот хорошо выйти так, чтобы прям хорошо. Я просто замужем неудачно уже была, но как бы не спешу туда, потому что я уже спокойно совершенно к браку стала относиться. Нафиг надо, чё ж. Да, вот я была, знаю просто, чё мне этот самый. Замуж-то пригорел, что ли? Вот. Ну, не сошлись характером, молодые были, не знаю, как-то. Знаете, у людей такое бывает, что вы встречаешься с человеком и на каком-то инстинкте начинаешь встречаться, на какой-то симпатии. Но должно быть, на самом деле, намного больше. Ты должен быть другом, ты должен быть партнёром, у вас должны быть общие интересы. Это очень важно. Я поняла, что в процессе житья с мужем, то, что мы прожили, сколько, 3-4 года, я поняла, что абсолютно разные люди, абсолютно разные интересы. Мы любим разное просто всё. Просто поначалу, может, как-то друг другу понравиться хотели, что, не знаю, как-то подстраивались. А потом, когда уже стали там индивидуально исправлять, стало понятно, что люди абсолютно разные. И очень тяжело жить, когда человеку, не знаю, тебе нравится одно, а ему нравится другое. Это очень тяжело, конечно. И просто так на нет всё сходит. Конечно, должно ещё подкрепляться чем-то ещё это всё. Отношения. Ё-моё, я последи перекрёстка, едут трамваи, и что мне теперь делать? Вот, сейчас, секунду, у меня уже все сигналят. Придётся сделать манёвр. У меня тут посреди перекрёстка, блин, застряла. И включился светофор, и на меня едет трамвай просто. Вот, видите, трясло. Меня трясло практически от всего. Потом уже, в процессе. Так, ребят, сейчас я сманеврирую тут слегонца. Что, меня пропускают? Чаёшки. Ну вот. Нарушила, никому не рассказывайте. Короче, что могу сказать? Например, у меня бывший супруг... Ну, у нас хорошие отношения, мы дружим. Просто мы разные совсем люди. Например, стал вегетарианцем, там что-то начал чем-то таким увлекаться, йогами какими-то. А я вот это всё. А я мясо люблю. Да что мне, как бы... Мясо... Закрываться в туалете, что ли, котлеты есть? Я вот не понимаю. С кровью люблю. Это труп. Бульон, трупная вытяжка. Мясо, это труп. Господи, обожаю труп. Я что могу с собой поделать? Я очень люблю мясо. Я, если мясо не ем, я голодная. Я настолько, как бы, ну... От белка зависимый человек. Вот просто, если я белок не доем, всё, это ужас просто. Я хочу кого-нибудь съесть. Так что вот так вот. Поэтому люди должны быть по интересам всё-таки как-то сходиться. Дочке... Восьмой год уже, семь лет дочке. Дочке семь лет. Поэтому такие вот дела. Вот. Может быть, да, иногда думаешь, что не судьба. Это про ту историю, когда четыре года решался. Может быть, действительно, и не судьба. Дочка с папой, конечно, они очень близки. Постоянно общаются. Каждый день. Папа участвует. Папа приезжает. Папа всё. Папа... Ну, мы вообще, как бы, нормально. Общаемся постоянно. Каждый день практически общаемся. Нет, я, наверное... Ну, нет, я ушла просто потому, что, наверное, очень сложно сказать, потому что тяжело. Мне, например, мне тяжело ездить в Люберце. Я не поеду в Люберце. Я просто намоталась, то я поняла, что мне просто тяжело. Ей тяжело ехать в центр. Мне тяжело ехать в Люберце. Реально, ребят, для меня это каждый раз как расстрел просто. Просто пристрелите меня. Я отдам всё, что угодно, только чтобы туда не ехать. Потому что для меня туда дорога три часа занимает. С моего района. Я еду туда три часа просто. Туда и три часа обратно. Учитывая, что я работаю, что у меня надо с ребёнком время постигать. То есть мне, например, тяжело, да. И вот как-то было сложно. И съездить туда, и всё. Нет, я не живу на Рубле. Я живу на Югозападе. Без спортпита, смотря на каком уровне, если вы для себя туда, если вы всё-таки на каком-то хотите претендовать на какую-то мышечную ткань, там ещё что-то, то есть на какое-то качество, на жёсткость, то всё-таки без спортпита очень сложно. Да, соседи. Уменьшение пор. Фотоомоложение, фототерапия делают. Но они сужаются, но только на какое-то время. Ещё можно делать пилинги разные. Ну, а ещё я лазерные всякие шлифовки делаю, всё. Подтяжки, кошмар какой. Ну, куда мне в 30 лет подтяжки делать? Подтяжки чего мне делать-то? Нет, конечно, не делала. Что за бред? Подтяжки, мне кажется, лет только в 40-45. Я думаю, что учитывая нынешний уровень косметологии, подтяжки уже не так нужны. По крайней мере, мне косметолог так говорит, что учитывая уровень косметологии, можно очень долго на уходах очень хорошо выглядеть. У меня есть такие знакомые, там, женщины, которые по 40 и старше, они делают просто косметологию, очень хорошо выглядят, никакие подтяжки не имеют. А я не знаю, кто это. Нет, на самом деле у меня татуаж, но мне они сходят. И мне надо их добивать. Я их чуть-чуть карандашиком дорисовываю, всё некогда, никак мне собраться, брови сделать. У меня на самом деле татуаж держится максимум 3-4 месяца. Ботокс я вообще практически не делаю, потому что 2-3 месяца стоит у меня ботокс максимум. Честно вам скажу, что у Люды много народу, и не всем получается у неё. Но это не со зла, просто я сама её понимаю, у меня тоже не всегда получается всем уделять внимание. Но я человек очень требовательный, мне надо много внимания. Поэтому вот так вот. Если вы хотите очень много внимания, то вам всё-таки нужен не звёздный тренер, а какой-то посправный. Насте нет, Насте у Люды, у Тубальцевой Людмилы, у другой Люды. Да у меня много мастеров, мне Катя Усманова дала какого-то супермастера, но у меня, к сожалению, просто, вот я боюсь уже делать, потому что я плачу деньги немаленькие за татуаж, а у меня держится там 3 месяца этот татуаж. Значит, Питер, естественно, я не поеду. Что мне там делать, зачем мне нужен Питер, я вообще не понимаю. На Москву я не пойду. В зачёт Москвы я на Россию прохожу, поеду на Россию. На Россию в Мурманск поеду, а там будет видно, как форма будет. В Мурманск приеду, а там будет понятно. На Европу я не поеду, я думаю, что, ну, скорее всего, не поеду. Объясню почему, просто, чтобы было понятно, а то будут там говорить какую-нибудь ерунду. Просто у меня у дочки вот в этот период страшнейшая аллергия. Если вы помните, в прошлом году она ездила со мной на Европу, в Сан-Сусану. Вот. У меня у дочки страшнейшая аллергия, у неё прям до астмы. Мне надо её из Москвы вывозить. Вот. И как раз я уже купила билеты, мы поедем на юг, и мне в это время мне придётся либо лететь с ребёнком, да, который реально очень сильно болеет в этот период, либо лететь на Европу. Либо брать её с собой, но брать её всего там на 5 дней, а потом опять куда-то отправлять. Мне надо её на неделю, на две в период аллергии куда-то девать. Вот. Потому что у нас тяжёлый, тяжёлый очень поленос на цветение. Ничего не помогает. И в прошлом году нам сказали, либо вы улетаете, либо ложитесь в больницу под гормональной капельницей. Иначе у неё просто отёк к венке, она вся пухает, отекает. Вот. И у меня сейчас дилемма стоит, то ли на чемпионат Европы полететь, то ли там как бы с дочкой быть, да, в этот период. Самый такой острый её. Я думаю, что всё-таки мне надо с ребёнком побыть, по крайней мере проконтролировать всё, отвезти её на отдых. Вот. Поэтому это просто жесть. Вы просто не представляете. То есть ребёнку уже ничего, никакие не антигистамины, ничего не помогает. Вот. К сожалению. У неё на берёзу, на ясень, на дуб, на пыльцу, на всё практически. Вот. Ну и перекрёстная аллергия, она не фрукты, ничего практически не ест. Тяжело, конечно. Да, жалко. Жалко, что в школу придётся гимнастику пропускать. То есть нам придётся на две недели уезжать. Поедем тоже на юг. Подождите, это не Крым. В Анапу мы поедем. У нас просто там знакомые живут. В Анапу. Мы поедем в санаторий. В Анапу очень хороший. Со СПА, с всякими аква-этими штуками, чтобы она там купалась, сосны, прямо на набережной. Вот. Для того, чтобы она там пересидеть, просто аллергию пересидеть на две недели. Вот. Такие дела. Такие вот дела. Нет, я не делала пока. Я, честно говоря, делала татуаж, где только не делала. Да, в Анапе ничего не цветёт. Я уже всё узнала. Там ёлочки, там ничего не цветёт. Поэтому мы туда уедем. Просто у нас там есть знакомые. Вот. Мы будем там тусоваться. Ну, по крайней мере, дочка будет тусоваться. Я с ней какое-то время, конечно, там побуду. Мне две недели. Ой, знаете, я ко времени очень легко перестроилась, на самом деле. Я просто взяла и поспала тогда 3 часа. Перетерпела весь день до вечера и легла по московскому времени. В 10 вечера легла и проснулась в 10 утра по Москве. Знаете, уши ещё чуть-чуть... Я ещё капаю их. И уши капаю, и всё. У меня просто уши, я думаю, что заложены из-за носа. У меня потому что жуткий насморк. Насморк лечу, нос промываю, закапываю, всё. Да нормально, уже лучше. Подготовку. Усманова Тим идёт хорошо. Девочки выходят. Уже кто-то выходил, кто-то вот-вот выйдет. Готовимся. Девчонки, да мне на самом деле на брови ничего не помогает. Я делала даже у татуировщика в тату-салоне. В тату-салоне я делала татуаж более глубокий. У меня он тоже не держит. Ну, полгода продержался. Ну, так 3 месяца держит, так полгода. У меня просто обменные процессы на высоком уровне, как мне говорит тренер. тренер, ой, тренер этот, косметолог мой. У меня ничего не держится. У меня никакие гиалуронки не держатся и ботоксы не держатся. Даже можно не париться насчёт этого. И татуаж не держится. Ничего не держится. Всё, что в кожу, под кожу, ничего не держится. Да, вообще бесполезно. Как мне подушка говорит, ой, тебе надо носогубки проколоть. Я говорю, да, месяц назад я их проколола, блин, и ничего нет уже. Пустота, реально. Заплатила там, не знаю, деньги какие-то. Ну, и в никуда всё это. У меня, на самом деле, гораздо эффективнее, когда я делаю просто миостерапию и лазеры какие-то, знаете, всякие разные, вот эти фракцели, шмаксели, мне на коже лучше. Ну, потому что у меня просто не держатся все эти гиалуронки. Блин, фиг его. Да фиг знает. У меня раньше такого не было, кстати. Раньше ботокс делала, мне стоял год. А сейчас вообще уже не стоит он. Не стоит. Вот какая проблема. Не стоит. Сейчас буду поворачивать заедущий в магазин за продуктами. Уже засыпаю. Завтра поеду на Матч ТВ. Будет какая-то съемка на Матч ТВ. Ну, я домой сейчас поворачиваю, но я еще круг сделаю в магазин. Вот. Поэтому. Такие дела. Спасибо. Ну, мне кажется, милашка ко мне не очень подходит. Милашка. Это не я, мне кажется. Алёна Шишкова. Что-то знакомо. Что буду покупать? Буду рыбку покупать. Буду рыбку. Зайду в рыбную лавочку, куплю рыбочки. И что-то еще хотела. Нигде не могу найти соевое молоко. Я, когда была в Швейцарии, я несколько раз пила кофе с соевым молоком. Причем соевое молоко ноль углеводов. Оно не вкусное, оно не сладкое, оно просто какого-то горького вкуса. Ну, оно в молоку очень прикольно. Но в Москве нигде нет. В одном месте я нашла, выпила и сейчас хочу соевое молоко. А, бывшая девушка Тимати. Она ходит на жидную в спортзал, где я тренируюсь. Ну, она худенькая. А что, симпатичная девочка? Я не знаю, что еще сказать. Она худенькая. Что еще могу сказать? Я видела ее. По-моему, у нее геленваген машина. Ну, вот у меня в Азбуке вкуса около дома нету такого молока. Или с сахаром оно все. Молоко сейчас я не ем. Ну, ребят, понятие красоты у всех разное. Кому-то нравится кому-то нравятся худые, кому-то нравятся толстые, полные, да, пышные девушки. Ничего в этом такого нет. Я знаю девчонок, которые, например, полные и реально очень красивые, обаятельные, очень хорошо себя чувствуют, что главное. Им очень нравится. Я вообще-то достаточно свободна на все эти вещи смотрю. Главное, чтобы человек был счастливый, довольный своей жизнью. А какие-то стандарты и каноны, которые нам навязывают, это уже, мне кажется, лишнее. секунду. Секундочку. Поворот. Вот. Новый поворот. Я же говорю, я, видите, у меня музыкальное настроение. Что он там несет? Я петь не умею вообще. Даже не пыталась, что самое страшное. Спасибо большое. И вам тоже здоровья, девчонки. И мальчишки, кстати. Мальчишки же тоже меня смотрят. И вам здоровья, всего хорошего. Будьте счастливы все. Хорошего вам весеннего настроения всем желаю. Поскольку я не могу видеть, что вы сейчас пишете, то я вам просто желаю всего. Разговариваю в режиме радио. Надо, конечно, отключаться, потому что я уже начала двигаться активненько. Привет, привет. Я уже собираюсь прощаться, но кто-то еще только что подкнул. Привет из Майами. Ой, привет, дорогая. Это же ты. Вижу тебя. Вижу тебя. Ника, Ника, да, привет. Да я губ не делала уже не знаю, сколько лет. Это я по дурости в молодости этот закачала. Как его называется в верхнюю губу? Ну как этот, скажите? Биополимер, который не рассасывается. Еще прихожу к косметологу, думаю, может его удалить. Он только говорит, непонятно, что будет потом. Пока нормально все, не трогай. Нет, биополимер. Это совсем другое. Это то, что не рассасывается. Ну, просто раньше не было такого, что никто не знал вообще, что это. На самом деле, это вредная штука, которая уже запрещена везде. Но мне было что-то года 22, что ли, я даже не знала. Что, знала, что меня предупреждал кто-то. Подружка говорит, о, пойдем губы закачаем. Ну, пойдем. Так это было уже 10 лет назад. Поэтому, что поговорить. Молодо, зелено. На самом деле, просто это очень сложная операция. Я узнавала уже по удалению биополимера. Губы полностью разрезают, чистят и зашивают полностью. Такой огромный шрам. Ну, как бы, я что-то думаю, блин. Вроде не так все плохо. Даже все спрашивают, а что вы колете и когда, и куда. Я вообще ничего не колю и в губы уже 100 лет. Вот. У меня как-то он сам по себе так распределился и вроде не стоит лезть. Он говорит, ну, а если там тебе все разрежут, если хуже потом будет. Как оно там срастется, там еще фиброз пойдет. Я думаю, пока все нормально. Буду ходить. Ну, вот, я тоже подумала. Хотя, меня бесит. Сейчас уже не модно губы. Я бы убрала на самом деле. Ну, просто, действительно, врач прав. Непонятно, что потом будет. А вообще, у меня девчонки некоторые удаляли знакомые. У меня девчонка одна знакомая. Она вот закачала. Я-то чуть-чуть закачала, что-то я, блин, труханула. У меня, на самом деле, там, что-то 0,4 что ли, или там, 0,2 вообще мало. А подружка у меня там закачала от души. И у нее потом такие шишки на губах пошли. Ей вот разрезали, она удаляла потом. И ей хорошо сделали. У нее губы, вот как раньше, свои стали, нормальные, такие небольшие. Потому что биополимер опасен тем, что там фиброз образуется. А я что-то даже не знаю. Блин, авария на том же месте второй раз за день. Вот я проезжаю, здесь была авария днем, а сейчас уже вечером, то же самое стоит. Другая уже. Сейчас, секунду. Приехала я аварию. Вот. Вообще, приехала, я тут маниберирую. Плохо, плохо. Надо наказать. Я, на самом деле, так никогда не делаю. Я сам только в пробке разговариваю. Ну, пустая дорога, вообще никого нет. Я уж приехала. Я такая болтушка. Да, это точно. Бывает у меня. Я люблю поболтать. Настроения такие. Видать, выздоравливаю. Видимо, я выздоравливаю уже. Ладно, ребятки, мне надо парковаться. Тут точно пригодятся две руки. Я приехала в рыбный магазин. Давайте всех целую. Всем хорошего настроения. Всем пока.